Приветствую вас! Давайте попробуем подумать, как вам решить вашу проблему. Ну, во-первых, самое, наверное, привозное в вашем вопросе то, что вы имеете четкие цели. Вы говорите, что жена вам не нужна для проживания в сельской местности и для общих интересов. Все условия для проживания созданы, пишете вы. И вы говорите как-то издрано о себе. И при таком подходе, и если вы не готовы этот подход менять свой, вам нужно искать женщину такую, которая была бы с вами по расчету. То есть, чтобы она просто принимала то, что вы ей даете. По расчету. Не более того. И да, общие интересы при отношениях по расчету не так уж и важны, кстати говоря. Потому что тут как бы брак по расчету – это просто взаимовыгодные отношения двух людей и все. Далее. Если вы хотите все-таки отношений любовных, то есть, чтобы была любовь, были чувства, чтобы были эмоции опять же, то тогда вам рекомендуется в первую очередь изменить постановку вопроса. Знаете говоря, найти жену, вы подразумеваете некую безликую женщину, которая должна быть для вас идеальной женой. И получается, что вы имеете образ жены, и под образ жены пытаетесь подогнать любого человека. Любого человека, так или иначе, вы будете пытаться подогнать под этот самый образ жены. Просто потому, что это собирательное понятие. Жена – это не человек. Жена – это не личность. Жена – это не индивидуально. Жена – это роль. Социальная роль. И вы хотите подобрать себе, по сути дела, социального робота. Вот как это вытекает из вашего вопроса. Социальный робот. Для того, чтобы жить именно с женщиной, не с женой, не с носителем социальной роли, а именно с личностью, с индивидуальностью, с человеком, нужно воспринимать окружающих вас, представителей нашего пола, как именно личности и индивидуальности. И говорить нужно тогда, не хочу найти жену, а как мне встретить того самого человека, у которого было возникло желание со мной жить. И не важно где, не важно в каких условиях и так далее. Вот это уже совсем другая постановка вопроса. Складывается ощущение, что вы подходите к вопросу построения отношений, как к некому механистическому репродуктивному процессу. Это на самом деле не так. И женщина, она вам это докажет. Она докажет вам, что вы ошибаетесь. Потому что любая женщина в первую очередь мыслит эмоционально. А эмоциональное мышление, мышление, это ни в коем случае не рационализм. И вот уже, если вы понимаете эту мысль, если вы принимаете эту мысль, то тогда вы действуете примерно следующим образом. Вы говорите, общие интересы. Какие у вас общие интересы? У вас какие у самого интересы? Как вы себя проявляете? Ну, помимо работы и так далее. Подумайте об этом. Подумайте, как можно было бы реализовать ваши ценности, ваши интересы. Подумайте, как это можно было бы проявить ваши, опять-таки, ценности, ваши интересы. И вот исходя из этих проявлений, из форм, из форм проявлений интересов, общайтесь с людьми, общайтесь с женщинами. И смотрите, какая из них вам симпатична. Изближайтесь с ней. Понимаете? Универсальных средств, как найти жену, нет. Потому что нет социального робота. Есть человек со своими желаниями, со своими потребностями, со своими недостатками, со своими страхами и так далее. И вам нужно именно так человека воспринимать. И если вы не будете воспринимать человека именно так, если вы будете воспринимать человека как, вот смотрите на женщину, да, и видите в ней именно будущую жену, свою уже будущую жену, это не будет качеством. Это означает навязывание человеку, в данном случае женщине, образа некого, которого она должна следовать. Но у нее, естественно, возникнет, возникнет сопротивление этому. Вот она не хочет, может быть, соответствовать этому образу. И весь вопрос в том, готовы ли вы принять ее представление о том, какой она может быть женой для вас. и принять ее видение своей роли в вашей жизни. И правда в том, с отношениями с двумя людьми, это витиеватое переплетение вот этих вот самых представлений, направленных на то, чтобы сделать другого человека счастливым, а не себя. и до тех пор, пока вы не будете стремиться сделать женщину счастливой, до тех пор, пока вы не будете стремиться сделать хоть немного лучше каждую секунду ее жизни, я думаю, что найти жену вам будет сложно. потому что женщина, выходя замуж, хочет провести с этим мужчиной свою жизнь, ну, по крайней мере, она верит в это, на, на, ну, начали брака. Вот. И для того, чтобы этого хотеть, нужно, чтобы этот мужчина был тем, кто ей нужен. и весь вопрос в том, готовы ли вы понимать, какой мужчина нужен женщинам, готовы ли вы оценивать, можете ли вы стать тем, кем кто-то из этих женщин хочет вас видеть, без ущерба для себя. Ориентироваться нужно, конечно же, на образ женщины. Какой идеальный образ женщины для вас? Какое идеальное женское поведение для вас? Какой образ мужчины приемлем для вас? Какой идеальный образ мужчинского поведения приемлем для вас? И вот с этими моментами начало определиться, а дальше только через реализацию своих интересов, через расширение своего кругозора, через общение, причем общение не в социальной сети, если вы хотите все-таки полноценного общения, а общение глазу на глаз, вербальное, вот. Только это поможет вам найти путницу жизни. путешествия, не стоит, не нужно привязывать это обязательно к семье, к браку. Может быть, и так, скажет вам, ты знаешь, я хотел бы подождать, я хотел бы с тобой пока не создавать семью. И вам нужно быть готовым это принять. Потому что в другом случае вы рискуете все испортить. Если вы не готовы принять, то это, простите, уже эгоизм. А эгоистичность это направленность на взаимовыгодные отношения с тех, о которых я говорил вам изначально. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!